Какие изменения могут произойти на топливном рынке страны? Мы поговорим этим утром с главой Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашидом Жахсалыковым. Доброе утро, я вас приветствую. Скажите, цена отечественного бензина и дистоплива сегодня самая дешевая в пространстве ЕС. Жители России, например, в приграничных зонах ездят заправляться на автозаправочные станции нашей страны. Вот в такой ситуации, чем мы рискуем? Или все же рынок, ну это рынок и переживать не стоит, как считаете? Доброе утро, Арстан. Да, вопрос очень интересный. Весь секрет того, почему казахстанские горючие и свадочные материалы дешевле российского, в том, что российский рынок сырой нефти. И экспорт, и на внутренний рынок продаются одной ценой. А казахстанский сырой рынок на экспорт дороже, на внутренний рынок дешевле. Поэтому у нас получается дешевле горючие и свадочные материалы. Да, рост цен, она неизбежна по двум причинам. Первое, все перерабатывающие, нефтеперерабатывающие заводы Казахстана прошли, вы знаете, капитальную реконструкцию. И она была за счет инвестиций. Теперь надо отбивать эти инвестиции. Это очевидный факт. Второе, вы прекрасно знаете, что в начале года Казмойгаз продал все свои автозапрасочные станции частным рукам, частным лицам. То есть, с тем самым сняв с себя ответственность за стабильность цены рынка. Третье, мы не должны забывать о том, что мы находимся именно посередине шелкового пути. Из Китая, из Киргизии, из Узбекистана. Все потоки груза, которые двигаются в Россию, они однозначно заправляются нашими дистопливами. Поэтому это естественный рыночный процесс. Нельзя этому переживать. Единственный только вопрос. Почему на сегодняшний день антимонопольный комитет, государственный, который является регулятором цен, не выдал свой вердикт? Вот, несмотря все-таки на положительный прогноз Минэнерго о том, что, ну, как вы сказали, цены так или иначе подскочат в этой связи, вот разница, диспаритет цен на дистопливо в приграничных регионах республики привел к фактам вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта. Вот, кроме того, большая разница в розничных ценах на горючее создает предпосылки к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние страны. Вот, как в такой ситуации должны действовать госорганы? Вообще, работают ли они в этом направлении? Следят ли они так, как необходимо? Может быть, стоит принять какие-то острые защитные меры? Арстан, вы прекрасно знаете, мы не первый раз такую турбулентность проходим, то есть у нас весной и осенью всегда подскакивала цена. И последние меры в прошлом году, когда Министерство энергетики запретили вывоз горючих свадочных материалов, чтобы не создался дефицит. На сегодняшний день, вы знаете, после капитальной реконструкции всех нефтепродуктов в Казахстане у нас есть избыток. Поэтому мы экспортируем и в Узбекистан, и в Кыргызстан, в том числе и в Россию. Поэтому Минэнерго держит пульс рынка и не допустит никаких. Если начнет возникать дефицит, то моментально будет вводиться запрет на вывоз. А вот скажите, нельзя ли сделать так, например, или предложить министерству такой вариант, если ты являешься гражданином Казахстана, то можешь заправляться по одной цене. Если ты являешься иностранным гражданином, для тебя цена совершенно другая. Ну, как, в принципе, вопрос, Арстан, вопрос очень интересный. Единственное, мы не должны забывать, что мы находимся на одной экономическом пространстве, то есть с Россией. Мы же не можем ущемлять. Тогда Россия тоже на те продукты, которые у них дешевле, начнет вводить такие же меры. Единственный вопрос, наверное, рано или поздно мы должны сравняться с российскими ценами. Только тогда, наверное, вот этот вопрос в корне мы и решим. Вот по вашим прогнозам, когда ситуация на соседнем рынке более-менее стабилизируется, сбалансируется? Она у них государством регулируется. Единственное, вот, наверное, вы не поняли о том, что разница цена у нас возникает с Россией в том, что сырая нефть в России и на экспорт, и на внутренний рынок продается одной ценой. А у нас на внутренний рынок дешевле, чем на экспорт, понимаете? С чем это связано? Ну, чтобы обеспечить дешевый горючий свадочный материал казахстанским гражданам, и все. Только этим. А так она тоже мешает операторам добывающим, которые не хотят продавать на внутренний рынок. Они все хотят продавать на зарубежный рынок, понимаете? И там есть проблема, и по регулировке цен с соседом тоже есть проблема. Поэтому, наверное, скорее всего, лучше вернуться к этому вопросу, чем ставить две цены. Гражданам Казахстана одна, а гражданам России другая, или Киргизстана. Тогда мы автоматически должны выйти из экономического союза. Ну что ж, этим утром мы поговорили с главой союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашидом Жахсылыковым. Вам хорошего дня. Гражданам Казахстана Рашидом Жахсылык.